Доброе утро. Здрасьте. Сегодня я. Я тебя вижу часто сверху. Я думала, что это мама. Она говорит, нет, у тебя Ира приехала. Я говорю, опозналась. Долго жить буду, говорят, или богатой буду. Как это? К чему это, когда не узнали? Еще раз доброе утро. 16 апреля. Сегодня чистый четверг. И мы с Людой поедем за опять пособием, или как это называется, паёк для детей, которые выдают в школе раз в неделю. Дорогу ремонтируют, сняли асфальт. А церкви работают сейчас? Ты не знаешь? Должны, наверное, праздничную неделю. Мне кажется, они маленькие, может быть, и работают. Призывали же не ходить к храму. Дверь закрыта, во всяком случае, людей нет. Это сейчас Сергиева, да, называется? Да. Раньше это была Володарская станция. Видите, как быстро вырос квартал. Называется Солнечный город. Там уже есть все. И школы, и детские сады, и торговые центры. Да, торговые центры есть. Один, да? Работает? Перекрёсток работает в нем, всё остальное закрыто. Работал ещё детским магазином, почему-то его тоже закрыли, не знаю почему. Хотя детские же сейчас открыты, да? В детский мир же ты ездила купить одежду. Мы решили через Солнечный город, через этот, проехать и показать, что это такое. Я никогда не видела. Вернее, один раз меня Люда провезла, когда за прошлой посылкой ездили, да? Да. Тогда ты меня провозила здесь? Ага. А сейчас вот я покажу зрителям, потому что интересно. Это вот прямо за лентой здесь вот такой вот жилой квартал. Строители работают, кажется, да? Краны работают, шевелятся. Ну да, у них же есть какие-то там сроки, наверное, нельзя останавливать стройку. Да, работают вот идут строители. Экскаватор работает. Вот так они выглядят сейчас, новый квартал. Ты не знаешь, сколько приблизительно стоит вот тут квартира? Да. Ну, в районе, несмотря какая. В студии. Такого трехщат. Трехкомнатные около четырех. Да, есть, если на каком этапе-то покупаешь. На каком этапе или в готовом? Трехкомнатные восемь. Четыреста восемь. Трехкомнатные восемь? Восемь? Ну, которые будут готовые там или скоро сдадутся. Если раньше покупаешь, то тогда в ближайшем. Семь восемьсот. Ага. Ну, в планировке еще от площади зависит. А студия, это какая площадь? По-моему, по-тридцать и с чем-то. Честно, должно знать. Тридцать, тридцать, это мало. Слушай, а уже ведь живут тут люди, да? Я смотрю, балкон закидан вещами, картинами. У кого-то завешан картинами, у кого-то занавесочками. Да, это уже куплено тут все. Это самые первые дома, которые четыре года будут были сданы. Четыре года? Вот эти дома справа. Ой, как красиво, в принципе. Прямо, знаешь, я не была на Бродвее, но прямо вот слово Бродвей или еще что-то очень красивое. Это вот торговый комплекс, мясо маленький пока, серый. Торговый комплекс, пекарня, люди любят хлеб, называется. Так, а где у них тут парки? У них есть что-нибудь, озеленение какое-нибудь? Там у нас слева будет строиться... КФС, аптека, галамаркет, пекарня. А это новая, да? Это английская милия. Английская милия, это тоже квартал, да? Это другой застройщик, другие дома строят. Но он не такой масштабный, как солнечный город. Солнечный город больше, да. Ну, тут весь в стекле такой более какой-то такой воздушный, выглядит красиво так. Так, а справа от меня это детский сад, еврокебаб, но пока закрыто тоже. Петербургская недвижимость, офис продаж, можно прямо зайти и купить себе квартирку, если случайно в сумочке завалялись 8 миллионов. Ну, хотя бы 3 на студию. Аренда, вот там можно арендовать. Это уже торговые, ой, нет, не торговые, а какие-то складские, да, производства. Это английская милия, да? А вот те готические домики тоже английская милия, на немецкое похоже что-то. Ну, в принципе, и на английское тоже. Ну, цены приблизительно везде одинаковые, да, на квартиры? Ну, да, потому что у солнечного города квартиры сдаются с отделкой. В английской милии там черновая отделка только. Ну, или под чистовую, в зависимости от какой ты выбираешь комплектацию. Угу. Все равно вот она там подешевле, может быть, будет, но все равно сюда нужно еще вложить, потому что у тебя не будет там стены покрасить, там поклеить, что там на полу. Все равно нужно раскладываться. Зантехнику нужно все ставить. И мы сейчас выезжаем на Петергофское шоссе, да? Да. На перепросток с Лэмсом. Угу. Там Лэмс. Все очень удобно. Это что за такой домик, как весь пустой, окна выбиты. На этом поле проходит рок-фестиваль, а по навигатору показывает, что это стадион Лэмса. Может быть, когда-то это был стадион, что-то здесь было, и какое-то здание от этого не осталось. Лэмс – это вот там электромеханический завод, по-моему, так, да, переводится? Ленинградский электромеханический завод. Да, какое-то загадочное здание. Все, один только корпус остался, все внутри уже выбито. Ну, раньше была сетка закрыта зеленая. А-а-а. Ну, уже… Как задекорировали, да, чтобы… Ну, просто видно, чтобы не осыпалось, чтобы не ударилось, чтобы не заходили внутрь. Ну, была затянута сетка. У меня, наверное, больше, чем в год нет этой сетки. Ну, вот смотри, вот сколько сейчас времени. Одиннадцать-шестнадцать. Как бы машин, ну, совсем немножко меньше, чем в обычные дни, да? Не так, чтобы прямо город замер, и все. Люди вон в парке гуляют с ребеночком. Самокатики. У нас ведь еще не ввели эту пропускную систему, как в Москве. Мы имеем право, вот что мы сейчас поехали, тем более тебе надо получить этот паёк. А это паёк только для городских детей или в нашей школе тоже в деревенской выдают? Вообще должны, по идее, всем выдавать только разное финансирование, разный состав. Потому что у нас как бы выдают всем. Единственная разница идёт, кто льготный и многодетный, и просто без льготы. Разница по количеству идёт. Угу. И всё по наполнению. Они получают все. Так, университет закрыт, да? Слушай, курсанты-то там. У них можно быть закрыты. А? Курсанты же внутри как просто. Курсанты внутри? Это же Росгвардия университет, они же живут там на казарме. Ааа. Это же не МВД. МВД только с этой стороны. Университет МВД России, да, вот здесь. Потому что машина припаркурует, значит, кто-то работает. Может быть курсанты не ходят. Угу. А вот это же храм открыт. Храм открыт. Точно. И смотри, дверь, да, в храме открыта. Прихожан могут и не пускать. Может батюшка один там службу служит. Служить-то всё равно не отменяется. Угу. 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 собачка как фильме маска по-моему такая вот порода где этом в интернете были фото не только собака воли в домашних поросят можем и торосят заводит хали хинкали товар открыты мясокомбинат открыт великолупский аптека остальное закрыт там рынок тоже закрыт дикси открыт цветы наверное закрытые или открыты цветы такой товар да теперь они не получат из голландии своих цветов а все что было это же продать надо цветочники все выступали что просят поддержки государства но дать некуда так очередь супер банк не успела разглядеть симпатичные домики вдали новенький вот там внутри до реновации это старенький домик думаешь построили новый дом чтобы снести потом старые до переселить людей а условия в общем то они построили только несколько домов дома стоят там такие же пятиэтажки выселенные без окон без стекол никто не снес и новые дома не стали строить а люди-то где переехали до предельно переселили в новую часть продали должны были дальше все вот уже мамочка несет да вот эти посылочки ли это не ваше что-то ему не выехать бедолаги все отпустили пропустили отпустили слушай а чё такие плоские посылочки то эти кто-то раз ты же принесла квадратный а многодетно большие а многодетно большие о как давай в путь я жду люду туда вход только по паспортам и получить тоже можно посыл эту помощь только по паспортам паек вот и даже если у нее там подружка попросила получить и всех лицо знают то ей не дадут подружка сама должна приехать распаковала а почему три коробки это вот как бы как многодетность было упаковано в трех коробках она была в одной большой а сейчас три маленьких неудобно было не ты покажешь дома да что там консервы печеньки пшено горошек рыбу отлично а тот раз был подсолнечное масло что-то еще что-то другое было да сахар рис или уже рис это пособленные в заводсферменные пачки а не просто а тогда рассыпался а тогда просто да был в обычных пакетах и рассыпался а там что молоко макароны но насколько отличается о комплектовка для многодетных и одинарных ты же на одного получила да у тебя меньше так ну давай показывай вот на одного человека на одного ребенка одна коробочка вот такая настя это что я пирожные делала ты следы да спасибо вкусные такие люди умеешь уже на такие теперь пирожные делать нет ты же делала снасти сразу ой как они молодцы любезно даже пакеты положили сахар шоколадка молоко вернисель чай еще одна шоколадка еще как-то так понятно и получали вы по паспорту то бишь люда тебе не могла бы привезти если бы вдруг ты ее попросил что это ребенок ребенки на родители они просто соседи это прямо хорошо что дают не на одного ребенка на троих как многодетный момент у тебя же получается три коробки было а у насти одна это с другой школа уж наверно то несут другая большая коробка большая коробка на набор и значительно больше по ассортименту да конечно конечно поддержка все-таки общественный транспорт ходит естественно да люди вот на остановочку станет что-то большие интервалы по поменьше стало да по количеству а многие же отменили даже неположенном месте переходит без зебры магнит идут эта очередь сбербанк вот они на расстоянии полтора метра друг от друга люди стоят я тоже вчера на почту ходила все стоят на улице далеко друг от друга овощи фрукты на улице продают цветы в принципе там тоже вот продают но правда сухие это наверное для искусственные для кладбища а кладбище кстати сейчас открыто разрешает закрыт это только похорон а друг прияте понятно это по моему сопровождающих там можно должны быть средства защиты ухо А это что с этим домом? Ну, он сгорел, его вот закрыли, он такой стоит, прям ничего, уже очень давно он стоит. Сгорел? Он жилой был, да? Люди жили, да? Люди жили, у тебя как бараб, а вот тут какая-то кафешка была, вроде бы. Это давно он сгорел? Да, очень давно уже. А вы материаловки скажите? Мы едем в ленту. Зачем мы едем в ленту? За детскими товарами. Памперсы, питание. Это детская карта, Люда, это как бы вам государство дает эту карту или просто? Администрация города. Администрация? Ага. В каждом регионе свои суммы. И все продается дешевле, да, вот по этой карте? По детской карте. Ну, там есть скидки, акции на некоторые товары, на некоторые такая же цена. Ага. Ну, социальная поддержка. Ну, много сейчас всяких разных поддерживающих акций для молодых семей. Парковка, опять же, не пустая. Люди приезжают затариваться. Много. Автобус у нас в Солнечный город. Автобус? Автобус сюда ходит, да? В Солнечный город, ну, как бесплатный автобус ездит. А мы видели, типа, бесплатный автобус. Думаю, откуда же это он ходит? В Солнечный город. По этому, по чеку, да, как бы? Я не знаю, по какому принципу. Вот этот, да? Бесплатный автобус в ленту. Да, там написано было, мы с сестрой проверяли, написано, что отсюда вовнутрь садишься по предъявлению чека ленты. А там что такое? А, это то, что на акцию, да? Ну, как интересно. Как это? Помогаем вместе. Покупайте товары длительного хранения. Положите товары в специальную тележку рядом со стойкой информации. Товары будут переданы нуждающимся. Какая прекрасная акция. А это что за палочки? Вкусняшка, нормала. Это вот здесь цена, вот по карте, да? По социальной карте это цена, а это просто по карте ленты, это просто без карты. Ага. Ну, большая разница. 30, 41, 43. Слушай, какое дорогое. Это за одну баночку? Да. Питание такое дорогое. С сомгой в сливочном соусе. Яблочный сок. Так, апельсиновый. По скидке. 82. Резинки. Тут какой-то комплект продается. А-а-а. Фитнес-резинки. Разные. Фитнес-коврики. Йоговские. Сколько? 999. Ой, смотри. Репликатор Кузнецова прям. Здесь с подушечкой, с валиком. Столько всего. Массироваться. Как не написано, в смысле? На ком акция? На цене, как нет. Здесь лимон только. Просто бережная уборка. Здесь тоже лимон. А на лавангу нет. Поэтому она может гуляться. Ага. От этого надо поскорее, поскорее скрываться. Ну что, нашла какую-нибудь булочку? Я пошла, хотел, нет. У всех же вкусы разные. Сейчас такой большой выбор, что просто булочкам, как раньше. Мы радовались. Сейчас сложно выбрать ребенка. Бананы 42. Хорошая цена. Какие-то красители. Можно обычные. Детям интересные? Ну да. Вот они, где основные-то красители. Вот эти все украшения. Красители в таблетках. Лошадки. Пастельные. Ага. Три цвета. Ага. Ну пастельные, наверное, красивее яркие какие-то, не пастельные. Выбор сейчас большой. Раньше только в шелухе. Пастельный набор народной промысли, народной росписи. Целая прямо пирамидка. Это кжиль, да? Да. Ну да, может поставить в пленочку красиво. Ну что, думаешь, возьмем? Да, я не знаю. Ну фигня, да. Зайчики. Термоэтикетки. На прозрачные. Там только зайчики. Ага. Ну я вот совушек купила. Ну может быть еще что-нибудь веселенькое купить. Золотое кольцо. Русские мотивы. Зверята. Страницы летописи. Шебошик. Красная Пасха. Может еще вот такую возьму. Термоэтикетки. Да, термоэтикетки. Но она такая как бы все равно с Пасхой сочетается. Красная. Вот маленький такой, чтобы удобно. А что это за кружево? Это к чему? А к тортикам? Украшать, да. Это битерские изделия. Да, для творчества сейчас такой прямо выбор. Сахар тростниковый. Спасибо. Какой-то детский. Пошли. Термоэтикетки. Спасибо. 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 Ну вот Маленький шоппинг Батарейки хотим отвезти сюда Здесь есть пункт приема батареек Использованных Слушай, а ты не слышала такую страшилку Что кто-то вот ехал К машине У торгового центра И у них отняли колясочку С товаром Кто-то мне говорил Аж это два раза такое было Это уже, наверное, в трассилке Отняли и уехали Возможно, в принципе, да Сморозить хоть Такие большие Большие дома Ой, не видно Это же под гостиницей Скорее всего И вот большой Но это же не для семьи Сейчас разрешено, да, вот так вот строить Это город или пригород Это город В городе разрешено так строить гостиницу Не знаешь? Мне кажется, у них нет статуса официального гостиницы Значит, это было бы слишком много разрешения И тогда они рекламировались А были бы какие-то вывески Ну да, вот это вот смотри, какой огромный Какая, наверное... Чтобы не успокоим Для гостевого дома Что-нибудь такое Которое вроде как Вот там Есть же ограничения По площади, по габаритам, по высоте Такое сочетание стареньких домиков Которым уже сто лет И новеньких Дворцов прям Всю дорогу будут ремонтировать, да? Все срезали Срезали, срезали А техники, которые будут делать Не так давно ведь, да? В прошлый раз не было такого Мы ехали, было Было? Один только слой А сейчас они еще глубже сняли Так и будем Прыг-прыг Кусочками выковырили Люда еще в Дикси пошла А я вчера была Ничего не надо? Ничего, говорит, мне не надо там Только творожок один Ну раз уж зашла правильно Ну все, друзья Мы сейчас будем пакетами Загружаться У меня не будет Лишней руки снимать Поэтому всем счастья Добра, процветания Денечек такой солнечный Как ты думаешь Мы унесем все за один раз? Придется Придется У нас нет выбора Ну давай Нагружай вначале меня А оставшиеся Сама заберешь Все, всем пока Всех обнимаю Всех люблю Всем хорошего настроения Это только в моих руках Сейчас Люда еще подойдет Передохнешь минутку? Нет, сразу поеду На крейсерской Давай Беги Подожди Подержи дверь Я сейчас тоже пойду Ну что у нас в итоге получилось Разложили, Люда разобрала Четыре яблочных сока Три вот таких чая Цейлонских Три горошка Три пачки печенек Сгущенка Пшено Три шоколадки Три сельди Атлантических Натуральных Четыре молока Два риса Мелкие Макарошки И одно подсолнечное масло В прошлый раз масла было больше, да, Люда? Так А, ну и два сахара Сейчас сфотографирую И будет это у нас заставочкой Так, ну и два сахара